Нарушения в сфере экологии караются строго. Недавно в этом убедились и предприниматели из Канажского района. Их незаконную деятельность приостановили инспекторы Республиканского управления Россельхознадзора. Материалы дела изучил мой коллега Дмитрий Ковалев. Раньше этот участок вблизи деревни Новая Урюмова считался плодородным. Но теперь сельхозкультуры здесь вырастить будет невозможно. Это подтвердили специалисты, которые недавно провели осмотр земель. На протяжении двух месяцев их арендовало одно из районных обществ. После его работы здесь словно прошелся мамай. Плодородный слой почвы лежит на дне карьера. Хотя по правилам его было необходимо складировать в отвалах. Верхний плодородный слой образовывался на данном участке в течение многих тысячелетий. И мы, сдирая техникой или лопатой или каким-то другим инструментом, наносим очень существенный вред данному земельному участку. Поскольку верхний плодородный слой – это основная часть земли, которая питает растения и служит для выращивания сельскохозяйственных культур. Во время проверки инспекторы выяснили, что лицензию на добычу полезных ископаемых общество не получило. Надлежащим образом не были оформлены и права на земельный участок. Получается, что к работе предприниматели приступили самовольно. На них наложили крупные штрафы. Общество с ограниченной ответственностью было привлечено по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Кроме того, обществу будет предъявлен иск на сумму полмиллиона 500 тысяч рублей за нанесение вреда данному земельному участку. Но только штрафами дело не ограничится. На данном участке нарушителям будет необходимо провести рекультивацию земель. Медриковалев, Евгений Анисимов, Республика. Продолжение следует...